Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Ерман. Ну, вы знаете, вы в курсе. Сейчас мы находимся в очень красивом месте, в Новой Каледонии, в столице Наумея. И у меня есть для вас небольшой анонс. Мы набираем две команды. Первую команду на январь месяц, для того, чтобы походить по Новой Каледонии, посмотреть на что здесь прикольного, а прикольного здесь очень много. Во-первых, Новой Каледония огромная. И весь этот огромный остров, который больше 200 миль или 400 с чем-то километров в длину, он закрыт большим барьерным рифом. То есть внутри этой акватории ровная вода и все очень красиво. Живые рифы, маленькие островочки, как с картинки. Но так как все это заморские территории Франции, все это очень развито и очень пригодно для разведывательной деятельности. В общем, мы будем нырять на живом рифе, ходить по островам. Сходим в Иль-де-Пен. Это остров, на котором елки. Это вообще уникальное место, потому что в тропиках елки это не то, что можно встретить достаточно часто. В общем, мы приглашаем в январе разведать Новую Каледонию. Это заморские территории Франции. Если паспорт украинский, виза не нужна. Если паспорт европейский, то вы прилетаете просто как к себе домой. В общем, приглашаем вместе с нами разведать Новую Каледонию. И второе, это большой переход, который мы будем делать из Новой Каледонии сначала в Попуа Новую Гвинею, а затем в Индонезию. Поэтому длинный переход 2500 миль с большим количеством остановок. Самая главная остановка это Порт Морсби, Попуа Новая Гвинея. Мы проведем там с вами неделю, разведаем Попуа, потому что пройти мимо и не остановиться, это очень некорректно. Далее мы остановимся, скорее всего, на Толе, который принадлежит Австралии. Он находится 300 миль в сторону Индонезии. Затем заходим в Индонезию. Это где-то еще 1000 миль. Итого больше 2500 миль офшора. Сложность данного перехода в том, что сейчас сезон ураганов или в Южном Тихом, он называется сезон циклонов. Поэтому погода может быть крайне разной. От отсутствия ветра до сильно дует. Мы будем пользоваться очень серьезно, планировать маршрут, чтобы не попасть ни в какую из этих неприятностей. И я думаю, что для тех, кто хочет правильного яхтинга, такой везеррутинг это вообще уникальная возможность, потому что вот эти сложные условия дадут очень хороший затюн по пониманию погоды, по пониманию навигации, по пониманию того, как, собственно, вы ходите, как нужно ходить на яхте и как планировать свои маршруты. В общем, на второй переход у нас осталось одно место. Первый мы только придумали, потому что будет интересно в компании друзей разведать новую Каледонию. Пишите в личку, все контакты в описании к этому видео, все ссылочки есть. Поэтому добро пожаловать к нам на борт и следите за нашими передвижениями. До встречи!